Теперь точно мы с вами готовы. Ну, давайте постепенно начинать. Возможно, кто-то к нам еще тоже присоединится к нашему интерактивному знакомству. Сейчас у вас, если вы подключились с телефона, появится окошко. Напишите, пожалуйста, ваше имя в этом окошке, город, откуда вы к нам подключились, и опыт преподавания. Так, я сделаю это вместе с вами. Меня зовут Ирина. Я сегодня подключилась из ЦУГа. Я сейчас нахожусь в Швейцарии. И мой такой активный опыт преподавания 7 лет. Так. Ага, здорово. Ух ты, как у нас интересно, да, есть коллеги, которые точно так же 7 лет опытом преподавания. Здорово. Из Москвы коллеги, из Воронежа, из Ярославля. Ого, 20 лет опыта преподавания Юлия, это действительно очень существенно. И много буду рада, если будете активно принимать участие и делиться какими-то идеями, вопросами. Это очень ценно. Андрей Золануде. Очень здорово. Из Тулы, из Санкт-Петербурга. Слушайте, ну, очень здорово. Я, если честно, не ожидала, что у нас с вами такая обширная география сегодня. Но это действительно замечательно, здорово и интересно, что у нас есть возможность, да, не только делиться опытом друг друга, да, но и знать вообще, откуда коллеги сегодня присоединились. Вижу по опыту тоже, что есть коллеги, которые только, да, приступили к своей профессиональной деятельности. Есть коллеги, кто преподает уже достаточно давно, и это тоже замечательно. Так, надеюсь, что все, кто хотел сегодня, да, сейчас с нами поделился. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, тоже коллеги из Москвы. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. И мой следующий вопрос в свете, да, сегодняшнего семинара. Есть ли у вас опыт подготовки учащихся к международным экзаменам? Да, кратко. Да или нет? В моем случае у меня был опыт подготовки учащихся к международным экзаменам, и в том числе сама я сдавала международные экзамены, то есть проходила это, да, то есть была по другую сторону баррикады, да, не только как преподаватель, но и как студент, который сдавал экзамен. Так, что у нас получается? У нас получается, да, вижу, что 50-50, да, почти есть коллеги, кто, у кого был опыт, у кого там опыт там еще нет. Напишите тоже, если, да, или подключитесь с микрофоном, каким международным экзаменам готовили, будет интересно узнать, да, что это были за линейки, каким экзаменам готовили. Коллеги, кто ответил, что такой опыт у вас был. Да, не тесняйтесь, если удобно, через микрофон, то делайте это, да, прям, прям в открытую, у нас с вами сегодня такая достаточно камерная атмосфера. Да, вижу, что в чате пишут кембриджские экзамены, детские, young learners, здорово, здорово, это прекрасно. Вижу, что в TOEFL, да, опыта подготовки учащихся не было, но в любом случае ваш опыт релевантной подготовки к другим международным экзаменам, он точно совершенно поможет. Это такие уникальные, универсальные, да, навыки в целом, да, для экзаменов. Ну, мы двигаемся дальше, и мой такой, да, вопрос, вообще, зачем сдавать международные экзамены? Для чего они нужны? У вас опция, да, из трёх слов, да, или больших выражений, напишите кратко, да, вот, как вы видите со своей стороны, если уже готовили, то, может быть, видели, да, по обратной связи, что это дало, какие, да, там, моменты позитивные вы отметили, если только подумываете об этом, то почему, как вам кажется, это важно, будет интересно услышать ваше мнение. Мотивация, уверенность в себе, здорово, переезд за границу, требования по работе, о, как здорово-здорово у нас с вами появляется на слайде интерактивно ваши ответы. Так, независимая оценка знаний. Согласна, совершенно точно. Так, ага, ну вот пока, да, у нас вырисовывается такая интересная, интересная карта из ваших идей. Совершенно точно, да, согласна, да, у нас тут определилось несколько, да, основных аспектов. Это действительно независимая оценка своих знаний, да, повысить, возможно, уровень своих знаний, да, на основании либо полученного результата, либо поставить себе планку, да, сдать на определенный уровень и использовать международный экзамен как инструмент диагностики независимой оценки. Это в том числе и уверенность в себе, да, что ты прошел это испытание и тебя оценили, да, не просто вот преподаватель, но вообще независимая комиссия, независимую оценку ты получил. С точки зрения целей совершенно, да, объективно для тех студентов, кто собирается переезжать за границу по учебе либо по работе. Кто хочет, очень интересно, да, тоже получить продвижение, да, повышение, я так понимаю, на работе. Это тоже действительно один из важных аспектов международных экзаменов. Часто международные компании таким образом поощряют, мотивируют своих сотрудников, да, или предъявляют это как требование для определенных вакансий и компаний. Да, успешно пройти собеседование. Здорово. Мне особенно очень нравится, кто из коллег написал, да, указал аспект мотивации. Это, как казалось бы, не самое объективное, потому что часто при слове экзамен вообще любой, да, тест, это стресс. Казалось бы, ну окей, для какого-то там практического, практической цели я это сдам. Вот, но очень редко кто думает о том, что это может стать очень важным инструментом мотивации. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы это сегодня написали. Я постараюсь вот с точки зрения TOEFL, да, экзаменов, как они организованы, устроены, показать, что это точно, абсолютно инструмент для мотивации ваших учащихся. Здорово. Продолжаем с вами дальше. Да, и мы сегодня будем, да, как я озвучила, говорить про тестирование TOEFL. И я не знаю, слышали вы что-то вообще про тестирование TOEFL, может быть, когда-то сами сдавали. Но мне хочется с вами кратко поделиться вообще идеей, да, всех тестов TOEFL, как это возникло. И чтобы не делать это в слушанном каком-то формате, я вам предлагаю сделать это в формате викторины. Надеюсь, что вы присоединитесь к этому, да, мы посмотрим на основные ключевые факты, да, вот в плане чьи истории как-то с TOEFL возникли. Это важно знать, потому что есть несколько ключевых моментов, которые, наверное, залегли в основу всех тестирований TOEFL, и что их так выделяет на фоне всех других экзаменов. Небольшая совершенно викторина. Присоединяйтесь к нам. У вас также опять на экране появилось поле, да, где можете кратко ввести ваше имя, ник, такой небольшой момент гимнификации у нас с вами. Выбирайте аватар. Я сделаю это тоже вместе с вами. Не буду подсказывать и участвовать активно, как, да, участник в викторине, простите за то, за тавтологию, дам возможность вам проявить себя. Здорово, здорово. У нас уже 7 игроков. Прекрасно. 8-9. Здорово. Так. Давайте еще немножечко подождем. Ну, так, 12. Прекрасно. Ну, давайте тогда начинать с вами. И мы начинаем с первого вопроса. Как вы думаете, в каком году был проведен первый тест TOEFL? Так, время вышло. Ага. Большинство указали 1980 год. Но на самом деле у нас все-таки есть коллеги, кто выбрал правильный вариант ответа. Да, у нас двое таких участников. Действительно, первый тест TOEFL был проведен в 1964 году. И, да, это уже говорит о том, что первое, что тест TOEFL существует достаточно давно, и опыт в плане разработки, тестирований, да, вообще исследований, он очень обширный. А вот 1980 год – это год, когда был проведен первый тест IELTS. Поэтому, если есть коллеги, кто, да, возможно, работал с IELTS или сам сдавал, или, да, знает, что TOEFL и IELTS, да, у тестов поставляются очень часто, то TOEFL в этом плане – тест более опытный. Вот, то есть первый тест IELTS появился все-таки значительно позже. Так, давайте посмотрим на предварительную турнирную таблицу. Ну, ага, Андрей и Екатерина у нас по результатам первого тура лидируют, но у нас еще есть возможность для всех себя проявить. Двигаемся дальше. И второй вопрос. Как вы думаете, при каком университете был разработан тест TOEFL? Гарвард, Стэнфорд или Оксфорд? Тут для самых внимательных есть небольшая подсказка на заднем плане. Так, ага, снова у нас есть коллеги, кто выбрал правильный вариант ответа. И так вот немножечко на заднем плане у нас маячит подсказка. Это действительно Стэнфордский университет. TOEFL был разработан при непосредственном участии профессора Стэнфордского университета Чарльза Феркюсона, который, помимо этого, является одним из основоположников социолингвистики. И это важный момент. Запомните его где-то себе, пожалуйста, потому что мы когда будем говорить про особенности тестов TOEFL, почему они самые современные, это очень важно знать. Но сегодня, в 1964 году, когда появился первый тест, это был разработан при Стэнфордском университете. Но сегодня штаб-квартира и большой исследовательский центр находятся в Принстоне, в США. Это огромный кампус, огромный кампус на 3 тысячи человек, 3 тысячи ученых, которые работают над созданием тестов. Это самая крупнейшая в мире некоммерческая организация образовательная Education Testing Services, которые работают над разработкой тестирования TOEFL, но и не только. Это также тесты TOEFL, SAT, GRE. То есть это лидер в мире в области разработки болидных тестирований. И мне в 2018 году посчастливилось попасть туда на тренинг. И это, конечно, впечатляет своим размахом, вообще качеством и подходом, что работают не только лингвисты, но и психологи, культурологи, которые изучают в принципе, как текущие процессы в мире, культурные, политические, социальные, разные, влияют на язык, и как процесс создания тестирований с этим очень тесно связаны. Поэтому такой интересный момент действительно в плане разработки и тестирования это абсолютно точно мировой лидер. Так, ну что, посмотрим на предварительную турнирную таблицу. Ну, ага, у нас определились лидеры, но тем не менее вижу, что и другие коллеги тоже к нам подтягиваются, что здорово. Третий вопрос. Сколько человек ежегодно сдают тесты TOEFL? Один миллион, два миллиона или три с половиной миллиона человек? Ну, здорово. Здесь уже гораздо больше правильных ответов. Действительно, тесты TOEFL ежегодно сдают порядка трех с половиной миллионов человек, но это только TOEFL, учитывая, что есть также тесты TOEFL, это тест для деловой коммуникации, для бизнеса английского, то эта цифра гораздо больше. И по сравнению с другими международными экзаменами по английскому языку, тест TOEFL самый распространенный тест по английскому языку в мире. Несмотря на то, что в России он, может быть, не был настолько популярен, потому что первые тесты, которые появились, международный экзамен, это были кембриджские, но если брать глобальную географию подход, то тесты TOEFL самые распространенные и самые часто сдаваемые тесты в мире. Так, кратко наша турнирная таблица. Так, здорово, девушки тоже присоединяются. И это прекрасно, что вопрос про чистоту сдачи тестов TOEFL дал возможность выбиться вперед. Четвертый вопрос. Как вы думаете, в скольких странах мира признается тест TOEFL? Опять 90 никто не выбрал, все распределились между 130 стран и 160. Правильный ответ действительно в 160 странах мира, тест TOEFL признается. Опять, это самый распространенный тест в мире, и здесь это очень важно с той точки зрения, что часто у нас такой сложился стереотип, по крайней мере, в Россию, в подсоветском пространстве, что тесты TOEFL, они вообще только для Америки, поэтому какой смысл особо их сдавать, если они признаются только там. Но на самом деле это не так. В 160 странах мира и 11,5 тысяч организаций – это учебные заведения, компании, которые признают тесты TOEFL. И интересная статистика, что тест TOEFL признается 99% всех учебных заведений Великобритании. На сегодняшний день я посмотрела последняя обновленная статистика, что все 100% университетов Великобритании признают тест TOEFL, включая престижные университеты Russell Group, куда входят Oxford, Cambridge, признают тесты TOEFL. Также он признается 100% университетов в Австралии, в Новой Зеландии, в том числе для миграционных виз. Очень, конечно, популярен в Азии, и одна из причин – это валидность тестов TOEFL. Их невозможно подделать, что в свое время случилось, к сожалению, с тестами IELTS, поэтому пришлось создавать специальный тест IELTS UKVI с дополнительной системой защиты, которую невозможно сдать, списать и так далее. Тесты TOEFL действительно самые валидные, поэтому так широко распространены и пользуются популярностью в Азии. В Европе в том числе, особенно популярны во Франции, в Германии, и в Канаде 80% программ Postgraduate тоже ориентированы на тесты TOEFL. Поэтому точно можно быть уверенным, что тест TOEFL – это не только для Америки, хотя имеет тест международный, корни свои, точнее, в США, тем не менее, география абсолютно обширна. И кратко перед последним вопросом мы посмотрим на нашу турнирную таблицу. Ага, Анна вывелась на второе место, Андрей продолжает лидировать. Но давайте посмотрим, изменит ли что-то последний раунд. С какого возраста можно сдавать тесты TOEFL? Тут, я надеюсь, на максимальное количество правильных ответов. Те, кто был внимателен и присоединился к нам, ну, прекрасно. Здорово, что все коллеги ответили, почти все ответили правильно. Действительно, тесты TOEFL можно сдавать с 8 лет. И это большое удивление для многих, потому что когда первое время, особенно я проводила презентации, рассказывала про тесты TOEFL, для школьников, многие коллеги задавали мне вопрос, ну, как бы TOEFL это только для взрослых, да, там может быть максимум для старшеклассников, какое отношение они имеют к детям. Но на самом деле у TOEFL Family Assessment есть детская линейка. Для учащихся от 8 лет это тесты TOEFL Primary, и для учащихся средней школы это тесты TOEFL Junior, да, для ребят от 11 лет. Но действительно тест TOEFL, который был известен, TOEFL IBT, это тест, да, для уже взрослых кандидатов от 16 лет, кто планирует поступать в зарубежные университеты, да, либо переезжать в другую страну, либо для работы их сдают. Но в том числе есть еще тест TOEFL ITP, который менее известен, но тем не менее он служит такой же цели. его также можно сдавать для поступления в зарубежные университеты, но в не англоговорящих странах. Его также признают, да, многие университеты в России при поступлении на англоязычные программы. И что здорово, мы про этот тест сегодня, да, в рамках семинара говорить не будем, но запишите себе, если вам интересно, потому что к этим тестам вы также имеете право готовить и эти тесты проводить. То есть IBT они проводятся только в определенных экзаменационных центрах, а тест TOEFL ITP можно использовать для проводить их в рамках своей школы или учебного заведения. Ну и смотрим на финальную турнирную таблицу. Ну, поздравляем Андрея, который действительно был лидером на протяжении всех пяти этапов. Вот, ну и спасибо большое коллегам, все равно, кто принял участие. Анна, Юлия, да, второе, третье место заняли. Ну и вообще, да, всем, кто присоединился, это здорово. Надеюсь, в таком интерактивном формате, да, вот про, кратко про историю создания тестов TOEFL мне получилось про это кратко рассказать. Ну и опять на заметку себе, если понравился такой формат, имейте в виду, что его можно пользоваться совершенно открыто на ваших занятиях. Ну, а мы плавно переходим, да, к нашей основной части. Будем говорить про TOEFL Young Student Series, про тесты TOEFL Primary, TOEFL Junior. И я предлагаю начать с краткого видео презентации, такой overview про детские тесты. Ты делаешь confidence. So when your school needs an English language assessment for young learners that shows you what they know and how they're doing, so you can adjust your teaching and give them the instruction they need to succeed, look no further than the TOEFL Young Students Series. The TOEFL Young Students Series has two tests. The TOEFL Primary Test for students ages 8 and up, and the TOEFL Junior Test for students ages 11 and up. The tests were built by the TOEFL experts at ETS and are backed by more than 60 years of research in English language testing. More than a million students have taken the tests worldwide. Both tests measure key elements of English language proficiency, like reading, listening, and speaking, and they give you the scores and performance feedback you need to help build your students' skills even further. You can use the test to determine students' placement into English classes, or to measure their progress at any time in their learning. Flexible testing options make it easy for you and your school. You can test on any date that's convenient for you. Choose the paper test or the digital version. You can proctor the test yourself, or let our local proctors do it for you, either in person or remote. When the test is done, we take care of the scoring through your local ETS Preferred Network office and send the score reports back to your school. The score reports show your students' strengths and weaknesses and include recommendations to guide their learning. There are no passing or failing grades. Scores are mapped to the CEFR, an international benchmark for English skills. Reading scores are linked to Lexile measures, which makes it easy to find reading materials at the right level. In addition to the score reports for your school, each student receives a certificate with their scores to show their achievement. With trusted tests and helpful feedback, you can put the TOEFL Young Student Series to work for you. Because when you know what they can do, you can help them improve their English and build their confidence. To learn more about how the TOEFL Young Student Series can help your students succeed, contact your local ETS Preferred Network office. Ну вот такая краткая презентация тестирования TOEFL. Секундочку. И подробно об основных моментах, которые были в видео упомянуты, мы с вами сегодня поговорим. Опять, если по ходу возникают вопросы, что-то хочется уточнить, можете их, если подключились к интерактивной презентации, писать прямо там, задавать вопросы, либо же в чат в Zoom, как вам будет удобно. И я начну с самого основного, чем интересна именно детская линейка тестов TOEFL, TOEFL Primary и TOEFL Junior. Я бы выделила три основных момента, которые эти тесты выделяют среди остальных. В первую очередь, это академический компонент. Тесты TOEFL проверяют не просто общее умение, общее понимание английского языка в каких-то базовых ситуациях, но и в том числе за счет академической составляющей проверяют умение ребенка пользоваться английским языком в учебных ситуациях. И это действительно то, что в плане детских тестов другие экзамены не делают. И мы с вами посмотрим, когда будем разбирать кратко формат и примеры заданий, как это реализуется, через что и какие задания детям предлагаются. Второе, это инновационные исследования. Если помните, в викторине, при каком университете был разработан тест TOEFL, и факт, что над созданием каждого теста трудятся три тысячи ученых из разных областей, свидетельствует о том, что тесты TOEFL, каждый тест, за ним действительно стоят огромные исследования в плане лингвистики, психологии. И очень важно, как работает мозг современного ребенка, как ребенок воспринимает сегодня язык, и учитывая, принимая эти знания, тесты TOEFL адаптируются постоянно, то есть даже не то, что каждый год, а в течение года выпускаются новые типы, даже не типы заданий, но подход к заданиям, чтобы они точно совершенно отражали реалии сегодняшнего мира и соответствовали современному поколению детей. Что делает их действительно самыми инновационными и современными тестами в мире. И третий момент очень важный, независимая диагностика, и здесь это не сколько в плане того, что это международный экзамен, независимая оценка, а то, что тесты TOEFL не привязаны к какому-либо учебному плану, и разработчики специально не делают таких тестовых книжек для подготовки. То есть изначально миссия и цель тестирования TOEFL, она иная. То есть мы готовим, мы развиваем ребенка, мы учим его языку и тест используем как средство диагностики, повышения мотивации, независимой оценки. Поэтому вот такой практический момент, что для того, чтобы начать готовить детей и внедрить тесты TOEFL в вашу учебную программу, не нужно менять полностью весь учебный план, закупать новые книги для подготовки и так далее. Тесты очень гибкие, потому что ставят своей основной целью именно развитие обучения языку в первую очередь. Тесты TOEFL – digital-friendly tests. Тесты существуют в двух форматах – бумажном и компьютерном. За исключением устных тестов, они все проводятся на компьютере, и это всегда была политика разработчика, чтобы исключить момент субъективности при оценке. Все тесты сдаются, это speaking-часть на компьютере. Но мы с вами посмотрим сегодня тоже, как это организовано. И это действительно очень интересный интерактивный формат. и это важно, опять-таки, потому что сегодня дети очень тесно общаются с компьютерами, со всякими гаджетами. И то, что мы видим сегодня, национальные экзамены ОГЭ и ЕГЭ, они в том числе тоже, устная часть дается на компьютере. Поэтому, когда мы готовим детей к тестам TOEFL, мы параллельно развиваем у них очень важный навык сдачи экзамена, прохождения тестирования на компьютере. Как правильно распределять свое время, как правильно кликать и вообще информацию использовать именно во время прохождения теста на компьютере. TOEFL – это гибко, и это тоже одна из сильных сторон тестирования, так как они проводятся, детская линейка тестов TOEFL плюс TOEFL ITP проводятся на территории школы в удобную для школ дату и время. То есть по сравнению, скажем, с кембриджскими тестами, которые проводятся в определенные даты в год, и нужно заранее подстраиваться, выбирать даты, и, как правило, регистрация закрывается достаточно рано, тесты TOEFL в этом плане очень гибкие. То есть вы можете их проводить на территории своей школы учебного заведения и сами выбирать, когда вы будете это делать. В начале учебного года, в середине учебного года, либо в конце, будет ли это будний день или выходной, то здесь тесты TOEFL разработчик дает такую возможность, опять-таки, чтобы школа могла проводить тестирование и использовать это в учебном процессе, когда это нужно, релевантно и удобно. Ну и, собственно, да, то, с чего я начала, да, что независимая диагностика, да, и вообще подход всех тестов TOEFL, что их отличает, действительно, основной фокус – это именно на язык. То, как мне кажется, что должно стоять в центре, да, во главе угла, нежели чем мы готовим ребенка к экзамену, да, и дрилим определенные скиллы, шаблоны и так далее. Тест позиционируется как инструмент диагностики, да, то есть измеряемый процесс, измеряемый прогресс ребенка, повышение его мотивации, то, о чем вы как раз, да, говорили, зачем вообще нужны международные тесты, и в том числе оценки качества преподавания, да, то есть наш вот такой собственный, да, так вообще куда мы двигаемся и насколько, да, стоит скорректировать учебный план для конкретно, да, там, каждого ребенка, либо для целой группы. И из этого исходит одна очень важная, как мне кажется, да, деталь и особенность тестов TOEFL. Тест TOEFL нельзя не сдать. И здесь, да, вот в терминологии, да, почему тесты все-таки, да, их называют именно тестами TOEFL, да, а не экзаменами, хотя, конечно, в общении, когда мы говорим про это, мы можем их заменять, но все-таки, да, вот различие тестов и экзаменов. Кстати, в чем отличие между тестом и экзаменом? Я всегда этот вопрос задаю коллеге. Как вам кажется, в чем разница? Чем отличается тест и экзамен с вашей точки зрения? Напишите или, да, подключитесь с микрофоном, мне интересно, вообще мы, да, правильно ли понимаем эти различия. Ну, со своей точки зрения, да, вот могу сказать, что все-таки, да, тест, его основная цель, да, протестировать. Так, тест имеет определенный формат. Да, Анастасия, действительно, тест имеет формат, но экзамен все-таки тоже, да, то есть я не могу сказать, что это какая-то сильно отличительная особенность между ними. Я бы больше сделала акцент на то, что тест, его основная задача именно продиагностировать, проверить, когда у экзамена больше подтвердить, да, то есть тест и TOEFL, они определяют тест для себя. Ну, тут в зависимости от цели, экзамен можно тоже сдать для себя, хотя интересная мысль. Да, тесты TOEFL, да, проверяют уровень владения английским языком, да, в определенной шкале. То, что мы с вами видели, да, как раз на, на, в таблице, да, то есть мы оцениваем знания, да, по английскому языку и там навыки по аудированию, по чтению в рамках определенной шкалы. То есть наша цель продиагностировать, да, когда экзамен, это больше подтвердить определенный уровень. Поэтому у Кембриджа, например, да, экзамены, они не столь широкой линейки, да, допустим, вот А1 до В1, а не только на А1 свой, на А2 свой, на В1 свой, на В2 свой и так далее. То есть это больше цель подтвердить уровень результат, сдал, не сдал. Вот, в то время как тест, да, и TOEFL это больше определить. Поэтому в этом плане тесты TOEFL очень friendly и очень хорошо работают на мотивацию, особенно, да, детей для кого-то первого, опыт сдачи. То есть каждый ребенок в любом случае после сдачи теста получает свой сертификат, отчет, где указан, да, его, где указан его результат, не просто общий, да, в целом, но еще в том числе по каждому из аспектов. И это важный момент с точки зрения мотивации, да, чтобы первый опыт был положительным. Это важно с точки зрения преподавателя, да, чтобы оценить, а как у ребенка, да, развиваются каждые навыки по отдельности, да, может быть, там, с чтением все хорошо, а в аплодировании западает, именно на этом нужно сделать акцент. Поэтому это, как мне кажется, очень сильная сторона тестов. Ну, и опять в том числе для преподавателей, да, и для родителей, которые хотят видеть определенный результат, и это всегда стресс. А что, если ребенок вообще не сдаст, не наберет, не получит ничего? В этом плане тесты TOEFL снимают, да, вот этот негативный момент. В любом случае каждый ребенок получает свой результат. И еще важный момент с точки зрения сравнения себя с другими, да, что всегда присутствует. Вот здесь, да, там, тест TOEFL можно использовать очень индивидуально. То есть все дети пишут один и тот же тест, но результат у каждого свой. Но тогда всегда преподаватели задают мне вопрос, хорошо, но в чем же тогда заключается подготовка к TOEFL? Все равно, как преподаватель, даже несмотря на то, что тест нельзя не сдать, нельзя его завалить, но все равно мы же должны определенный результат показать, в чем заключается подготовка. И подготовка сводится к трем основным моментам, да, мы должны, да, помимо того, что, конечно, наша цель, да, всегда делаю на этот акцент, это обучать детей языку, да, то есть мы не ставим цель подготовки к экзаменам, да, вот как основную, но тем не менее для ознакомления детей с форматом, с примерами, заданиями, со стратегиями прохождения, тестирования, да, это вот часть подготовки именно к тесту. Важно формировать, да, положительное отношение к тестам, да, учить детей справляться со стрессом, развивать тайм-менеджмент, да, что нужно выполнять задания в определенный, вот, да, за определенное время, сконцентрироваться, и это важный, да, вот такой софт-скилл, который у детей в рамках подготовки к тестам мы должны формировать. И учить их правильно оценивать свои результаты, видеть дальнейшие шаги и мотивацию для развития, то есть здесь тоже, да, опять не просто мы сдали экзамен, и вот теперь у нас есть красивый сертификатик, и вот мы его повесим на стенку, да, мы все-таки учим детей себя оценивать, учим вместе с ними, да, там, целеполаганию, там, что у нас хорошо получилось, а над чем мы еще вместе будем работать, да, то есть в этом плане тесты TOEFL всегда показывают, да, вот дальнейшую зону для развития, да, что еще мы можем сделать, да, чтобы улучшить свои результаты, то есть это неконечная цель, и в этом плане, мне кажется, это тоже очень-очень сильная сторона. Ну, и давайте посмотрим на сами тесты, из чего они состоят, какие типы заданий присутствуют. Те коллеги, кто готовил к международным экзаменам или к национальным экзаменам, да, если тоже что-то замечаете, похожее, необычное, интересное, тоже давайте знать, если вопросы тоже по ходу будут, задавайтесь, не стесняйтесь. Итак, детская, да, самая-самая первая ступень тестов TOEFL – это тесты TOEFL Primary. Они оценивают, да, по шкале проверяют уровень английского языка от А1 до Б1 и разделяются на два степа, да, то есть на два разных экзамена внутри TOEFL Primary. Step 1 и Step 2. Почему это было сделано, да, то есть это единственный тест, который вот внутри имеет такое подразделение. Это связано с тем, что, да, на первом этапе развития ребенок очень быстро, да, осваивает язык, и поэтому очень важно, да, быть гибким, и, да, то есть там за год ребенок может сделать очень большой прогресс, да, когда он совсем ничего не знал, и к концу года он уже что-то элементарное умеет. Поэтому разработчики приняли решение разделить на два степа. Экзамен TOEFL Primary, что Step 1, что Step 2 длится один час и состоит из двух частей – reading and listening. По грамматике, как вы видите, никакой отдельной части нет, и это, опять-таки, подход разработчиков в том, что мы, да, то есть грамматика – это достаточно сложный вид аналитической деятельности, что у детей только формируются вообще грамматические, да, вот знания в их русском, да, в их родном языке, поэтому мы больше проверяем их умение, да, понимать речь на слух, да, и в письменном виде, а только потом, уже после, мы учим их анализировать, да, какие-то грамматические структуры. Поэтому для начальной школы, да, вот в тестах TOEFL Primary отдельной части по грамматике нет. TOEFL Step 1 – это в основном, да, тест, который предназначен для ребят первого года обучения, первого-второго года обучения, предполагает, да, знакомый для них контекст, школа, дом, детская площадка, какие-то основные выражения, приветствия, прощания, то, с чего мы всегда начинаем, да, с детьми, когда начинаем их обучать английскому языку. Базовый словарный запас и понимание коротких и простых текстов на бытовые темы. И Step 1 – это именно уровень А1, А2, да, первый, в зависимости от того, какого опыта ребенка, второй год обучения, либо второй-третий класс, да, 8-10 лет. Но, опять же, тесты TOEFL не жестко регламентируют возраст или класс, здесь преподаватель сам определяет в зависимости от, да, каждого ребенка, какой тест больше ребенку подойдет, потому что есть дети, которые приходят уже с определенным опытом в школу, кто начинает учить английский с 3-х, с 4-х, с 5-ти лет, вот, а есть те, кто только пришел в первый класс и вот начал, да, изучать английский язык с нуля. А TOEFL Primary Step 2, он уже больше предназначен для учащихся с уверенным уровнем развития навыка, да, то есть мы увидим с вами, что увеличивается количество, да, продолжительность высказывания, что появляются уже незнакомые слова с контекстными подсказками, где у ребенка задача догадаться, да, значение из контекста. И, тем не менее, уровень английского языка все равно от А1, да, но уже до Б1. То есть это для тех ребят, кто все-таки имеет, да, уже вот такой, у которого переходный, переходный этап. Как правило, по опыту, это 3-й, 4-й год обучения, 4-й, 6-й класс, да, где-то 9-11 лет, но опять это все примерно. Часто используют TOEFL Primary Step 2, есть опыт школ при переходе из 4-го в 5-й класс, когда нужно распределить детей, да, там, заново по группам в переходе, да, на новую ступень обучения. Либо если это школа, которая, допустим, организует программу IB, которая может начинаться с 5-го класса обучения на английском языке, то здесь совершенно точно TOEFL Primary Step 2 – это очень релевантный инструмент, который, помимо всего прочего, показывает, как ребенок на английском языке может учиться. Сейчас вообще международные школы, программа IB довольно популярны, поэтому у родителей этот вопрос, и у школ, да, запрос на это возникает. Ну и задача, наверное, да, тестирования на этом этапе, да, вообще для чего в таком раннем возрасте сдавать тесты TOEFL, это первый международный опыт, важная часть мотивации, формирование позитивного отношения, да, вообще в принципе к целым к экзаменам, и для преподавателей, тем не менее, это возможность оценить, как, да, ребенок развивается в языке, насколько, да, быстро идет прогресс, на что нужно сделать акцент на этом первом этапе, да, чтобы помочь ребенку двигаться дальше. Ну и давайте посмотрим на примеры заданий. Часть Reading предполагает задание трех основных форматов – Match Picture to Words, Sentence Clues, and Reading Sets. Match Picture to Words – это самое первое задание, да, для TOEFL Primary Stack 1, которое предполагает с визуальной поддержкой, да, с визуальной опорой ребенку выбрать правильный ответ. При этом всегда по уровню сложности, да, задание начинается с самого простого, и постепенно сложность увеличивается, да, то есть даже здесь мы видим, что сначала это одно слово, а потом уже появляется какая-то небольшая, да, фраза либо предложение, которое ребенок должен понять и выбрать правильный ответ. Соответственно, здесь, да, там у ребенка всегда мы, да, мотивируем его, что если, то есть он выполняет те задания, которые он знает, да, которые он может выполнить, если вдруг что-то ему кажется, да, там сложным, где он не может выполнить, ну вот, значит, на этом этапе, да, он понял, что вот, да, вот тут я останавливаюсь, здесь я, да, там дальше уже не знаю. То есть это такой достаточно комфортный для ребенка момент. Sentence clues, он присутствует и в TOEFL Primary Step 1, и это первое задание для TOEFL Primary Step 2 уровня, когда ребенку нужно прочитать небольшой, да, небольшой текст, да, несколько предложений и догадаться, о чем идет речь. И я в своей практике часто использовала такой тип заданий, в принципе, когда мы проверяли лексику, например, да, мы давали детям такие загадки, чтобы они догадались, вот, о чем же идет речь. И, собственно, это такой же формат, который предполагает тестирование TOEFL. То есть детям часто он очень знаком и понятен, но если вы не пользовались, то даже, да, там, после семинара на следующей неделе, да, если захотите, можете это вполне применить, то есть очень распространенный формат заданий для чтения. И reading sets, которые бывают разного формата, posters and timetables, да, это самый простой в плане reading set, да, тип задания, где ребенку предполагается на основании, да, тоже опять визуальной поддержки найти нужную информацию и выбрать правильный ответ. И для TOEFL Primary Step 1, да, для первой ступеньки, и для Step 2 такие задания присутствуют. Дальше по уровню сложности, да, повышаются, повышаются задания, и последний для TOEFL Primary Step 1, да, для самого, вот, для первой ступенечки задания, это прочитать небольшой имейл и ответить на вопросы. Это считается, да, заданием самого высокого уровня, вот, для самой первой ступени. Как правило, два, максимум три вопроса следуют после небольшого текста. Думаю, что тоже это вполне распространенное, и в любом учебнике, какой бы вы ни пользовались, да, пользовательствую экзамену, учебниками Macmillan, либо другой какой-то линейки, такие задания всегда присутствуют, то есть детям это тоже знакомо, и, в общем, в целом они с этим форматом выполнения задания, они знают, что нужно делать, да, то есть это опять никакого сверхъестественного, да, у специальной книги для подготовки к экзаменам, да, как правило, не нужно. Это все, что вы делаете каждый день на уроках с детьми в классе. И для TOEFL Primary Step 2, да, уже для второй линейки, следующие задания, они более обширны, то есть может появиться уже небольшая короткая история, которую ребенку нужно прочитать и ответить на вопросы, то есть тут объем высказывания увеличивается. Тоже, как правило, три, максимум четыре вопроса идет после истории, это всегда в детской линейке TOEFL, да, что тоже важно понимать, это всегда задания на выбор ответа. Не предполагается заданий, да, с открытыми вопросами, и часто тоже преподаватели говорят, что, ну, вот ребенок может что-то наобу выбрать. Уверяю вас, что это, да, то есть тесты составлены таким образом, что они исключают, да, вот этот момент угадайки, это очень сложная система оценивания и разработки, вплоть до, там, Artificial Intelligence, которая зашита, да, искусственный интеллект в плане проверки, поэтому здесь мы всегда, да, сколько школ уже в России проводили эти тесты, всегда говорят, что объективно, даже если ребенок задает первый раз, всегда результаты объективны тем, что действительно есть. И третий, да, вот самый сложный тип задания для TOEFL Primary Step 2, который появляется, это как раз Reading Sense на академические темы. Это то, что мы с вами обсуждали, да, необычный компонент, да, используя уникальные всех тестов TOEFL, да, их академическая направленность. То есть, в общем и целом, в любом случае, все тесты TOEFL, да, они предполагают ситуацию общения в рамках школы, да, послушай учителя, да, там, и ответь на вопрос, или, не знаю, прочитай отрывок, там, из урока, из учебника, ответь на вопрос. И вот здесь как раз один из примеров, когда ребенку с визуальной поддержкой нужно прочитать небольшой текст, да, там, это может быть по Science, да, или по истории, и ответить на вопросы. И очень важный здесь момент, тоже всегда преподаватели задают вопрос, говорят, ой, что это значит, что нужно теперь ребенку еще учить, там, какие-то специальные термины на английском языке. Нет, этого TOEFL не предполагает. Здесь основная задача догадаться из контекста. И, кроме того, всегда, если это, там, допустим, Science, есть какое-то животное, о котором будет идти речь, которое ребенок не знает, всегда будет визуальная поддержка на всех этапах. И в том числе в части Speaking это присутствует, да, то есть ребенку нужно, главное, догадаться из контекста, о чем идет речь. И это очень интересно еще с точки зрения, да, почему детям нравится, то есть у нас, там, в моем опыте, и опыте разных школ, есть школы, которые сдают и кембриджские тесты, и TOEFL-тесты. Детям нравится сдавать TOEFL, да, еще по той причине, что тесты очень яркие, и они всегда узнают что-то новое из этих тестов, да, то есть за счет того, что присутствует вот этот академический, да, компонент по теме, да, Science, история, там, или еще какой-то другой предмет, дети узнают еще, в принципе, обогащают свои знания в процессе прохождения теста. Там, допустим, откуда произошло, там, американские горки или русские горки, но это для теста TOEFL-джуниор, да, вообще какая история, это здорово. Они всегда делятся по тому, что интересного они узнали. То есть не только мы их проверяем, но они еще что-то интересное узнают. И часть аудирования проходит, предполагает четыре основных типа задания, listen to directions, details in conversation, messages and listening sets. Опять все основные навыки, которые мы и так у детей развиваем, да, общее понимание текста, детальное понимание текста. Тесты TOEFL, да, построены именно на проверке основных ключевых навыков. Опять, TOEFL Primary Step 1. Самое простое задание – послушать предложение и выбрать правильную картинку, да, отметить то, что они услышали. Это самый первый, самый первый тип задания. Дальше, да, по уровню сложности уже нужно услышать, да, послушать небольшой диалог, да, какое-то небольшое высказывание на понимание, да, деталей и выбрать правильный ответ. Тоже детям, конечно, вполне этот формат заданий знаком и привычен. И третьего уровня, да, задания – это listening sets на non-academic topics, да, нужно послушать, допустим, отрывок, не знаю, тебе позвонил друг, оставил сообщение на answering machine, да, послушай и ответь на вопрос, о чем идет речь. Или тебе позвонил, да, там, учитель или учитель объясняет домашнее задание на следующую неделю, послушай, выбери, да, там, о чем идет речь, выбери правильный ответ. И последнего, да, уровня сложности, это только для TOEFL Primary Step 2, это listening sets на academic topics, точно так же всегда будет визуальная поддержка, да, если pigeon, если ребенок не знает, о чем идет речь, всегда в тесте будет присутствовать опора, да, чтобы ребенок мог послушать и понять контекст, о чем будет идти речь и догадаться, да, о значении слова, и чтобы это не помешало ему выполнить задание правильно. То есть очень большой упор и акцент идет именно на языковую догадку и точно совершенно не на vocabulary list, который ребенок должен знать для того, чтобы успешно пройти тест. И я вам предлагаю, как мне кажется, очень интересно будет посмотреть, как же организованы, как организована устная часть. Устная часть выделяется во всех тестах и TOEFL Primary, и TOEFL Junior отдельно. Она не входит, то есть это не единый тест, поэтому можно сдавать отдельно письменную часть, можно отдельно сдавать устную часть, можно сдавать вместе, можно разделять сначала, допустим, да, в начале года мы будем сдавать письменную, а в конце будем сдавать устную, то есть здесь достаточно гибко. Давайте посмотрим, как это организовано. Устная часть, да, устные тесты, они не делятся уже в TOEFL Primary на Step 1 и на Step 2, они все будут от уровня A1 до B1 и продолжительность 15 минут. Вот, интересно, да, будет посмотреть на формат, как, да, ну, взаимодействие с компьютером, насколько это friendly и вообще, насколько комфортно ребенку может быть эти задания проходить. Вот, поделитесь потом, да, вашими впечатлениями, как вам покажется. И опять это очень важно, это такой первый этап подготовки к нашим национальным экзаменам, где ребенок точно будет, да, сдавать устную часть с компьютером. Это то, что уже сегодня есть, это наша реальность. Так, ну, давайте выберем какой-нибудь, какой-нибудь тип задания. У вас потом будут ссылки, да, вы сможете посмотреть на все остальные типы заданий, но в рамках семинара посмотрим на один. Единственный, да, еще очень важный момент, мы с вами посмотрим на один тип задания, но они все для TOEFL Primary организованы в историю. Что это значит? Значит, в данном случае, да, в примере, у нас с вами контекст, мы идем в зоопарк. Ребенок идет в зоопарк, и первое, да, что, да, то есть он садится за компьютером, начинается тест, и его встречает zookeeper, да, который с ним знакомится и говорит, там, hi, my name is Jane, what is your name? Ребенок с ней знакомится, да, то есть это реальная ситуация, и он должен сказать маленькое, да, высказывание, my name is. И, соответственно, постепенно в плане, да, вот его путешествия по зоопарку будут предлагаться задания разного типа, то есть он коммуницирует, это все связано в одну историю, что очень интересно, да, у ребенка такой момент, да, он не воспринимает это, а сейчас задание один, будем выполнять. То есть это все связано в один такой игровой контекст. Так, ой, нет, давайте, не describe in picture. А, ну или давайте его. Так, сейчас я настрою. Это прям пример платформы, да, как это выглядит. Задание на тип, да, навык описания картинки. These words can help you. I will say a word or sentence, and then you can say it to practice. Giraffe. He is driving. Wheel. I'm here now. Are you ready to go onto the bus? Well, some things are strange on the bus. The stairs, the chairs, the wheels. Many things are strange on the bus. Really? Look at the bus again. Tell me everything that is strange on the bus. Ну и, соответственно, да, ребенку нужно сказать, что не так в данном случае с автобусом. То есть что мы здесь видим, да, во-первых, было даже, да, небольшое введение слов, да, которые, возможно, понадобятся ребенку для выполнения этого задания. Был введен контекст, да, и, тем не менее, что мы все равно проверяем, мы проверяем умение, да, ребенка описать картинку. Let's find a different bus. Описать, что он видит, используя необходимые грамматические структуры. Так, секундочку, я вернусь. Поэтому очень, да, они дружелюбные в этом плане тесты. У ребенка нет стресса, да, большого, когда он их проходит, и взаимодействие с компьютером, да, либо с планшетом на планшете тоже можно экзамен сдавать. Ребенку очень близко и понятно. Ну и в конце, что получает ребенок, всегда получает сертификат. Certificate of Achievement – это больше именно для самого ребенка, в понятном ему формате, да, звездочек, либо бейджей, насколько он хорошо справился с заданием. А для учителя больше, да, дополнительно к сертификату идет Score Report. То есть это уже такой нам понятный преподавателям код в соответствии со шкалой, да, CEFR, сколько набрал ребенок, что у него получается хорошо, да, и очень важно, какая ближайшая зона развития, а на что нужно сделать особенные акценты внимания. И это то, что помогает, во-первых, нам, как преподавателям, да, оценить ребенка каждого индивидуально и сделать, да, индивидуальный план развития и коммуницировать с родителем, да, в том числе, потому что они приходят и часто задают, а вот что нам еще сделать, а вот как он там, как Маша, Петя, Вася учатся, а вот сдали они экзамен, ну и что, и что это значит. То есть здесь это очень хороший и удобный формат общения, да, и презентации результатов ребенка. И тут еще есть очень важный показатель, Lexile Measure, о нем было кратко сказано в видео, которое мы с вами смотрели, но я в конце еще сделаю акцент, расскажу, что это за интересный показатель и как еще мы можем его использовать, да, использовать результаты теста в дальнейшем. Ну и так, если опять есть вопросы, да, по TOEFL, давайте я сейчас гляну, так, пока в чате здесь не вижу, но если вопросы возникают, пожалуйста, задавайте их, я на все обязательно отвечу по ходу, либо в конце. TOEFL Junior, тест юниорский, он уже, конечно, для ребят, да, как правило, предназначен для учащихся средней школы, седьмой, где-то десятый класс, но опять здесь все индивидуально, если школа с углубленным изучением английского языка, то часто, да, это может быть там и шестой класс, в зависимости от каждого конкретного класса, школы и так далее. И оценивают уровень владения английским языком уже минимально от А2 до B2. Что мы здесь видим? Мы видим, что помимо, да, аудирования и чтения добавляется часть language form and meaning, это часть грамматическая, несмотря на то, что все, да, происходит в формате теста и отдельно нет части writing, за счет вот этого задания language form and meaning проверяются, да, в том числе умение, да, и письменной речи, то есть умение, там, это синтакси, знание по синтаксису, вообще как, да, ребенок умеет слова в предложение, да, там, связывать и так далее, то есть это проверяется через часть language form and meaning. И по продолжительности тест уже более, да, длительный, не один час, а, да, почти два часа. Все равно все происходит вокруг школьного контекста, да, послушая объявления учителя, диалог между одноклассиками, отрывок лекции, урока по истории и так далее. Аудирование, что очень важно, да, и интересно, причем во всех тестах, не только TOEFL Junior, но и TOEFL Primary, слушается только один раз. И, по-первых, преподаватели всегда задавали мне вопрос, что, ну, как можно что-то понять за один раз, да, мы всегда учим ребенка, да, что мы слушаем только два раза. И я совершенно это понимаю, да, вот со своей позиции, там, да, со своего возраста, что вот мне бы лучше, может быть, послушать два раза, но опять мы помним про то, что TOEFL всегда за собой, да, имеют глубокие исследования в плане современного поколения детей, что сегодня дети очень быстро воспринимают информацию, да, они ее схватывают гораздо лучше и быстрее. И я стала анализировать, я помню, что там мои дети, когда, ну, мы слушали какие-то задания с ними, вот они первый раз слушают, а второй раз часто бывает, когда ты ставишь им, там, сейчас слушаем еще раз. И дети, особенно подростки, очень часто они уже прям, ну, показывают всем своим видом, что, ну, не нужно им еще раз слушать, они уже все выполнили, они уже все знают. Вот, поэтому здесь это интересный, необычный момент, да, что аудирование слушается по всех тестах только один раз. Ну, и, собственно, это реальная ситуация, да, если мы там в школе, на уроке, мы можем что-то переспросить, но чаще всего мы, конечно, все слушаем в реальной жизни только один раз. И самый здесь, да, вот в тесте TOEFL Junior самая большая нагрузка идет, да, именно на часть чтения, это самый длительный раздел на разные типы чтения, scanning, skimming, reading for detail. И это происходит потому, что в основном, да, тесты TOEFL Junior, они предполагают, да, и подготовку детей уже к академическому, да, вот, к академической жизни, что им нужно будет много в плане обучения читать разных текстов, да, и уметь оттуда быстро находить информацию, поэтому такая нагрузка идет именно на чтение. По целям, конечно же, да, это никак не исключает мотивацию, независимую оценку, диагностику, особенно для подростков, особенно на уровне, да, там, B1, B2, когда освоение каждого уровня занимает уже, да, там, продолжительное достаточно время, и нужно давать оперативную обратную связь и смотреть, да, насколько гармонично развиваются все виды речевой деятельности. Но и тут уже более такая, да, детальная и полноценная подготовка и к национальным экзаменам, потому что формат особенно устной части взят, я бы сказала, вот, да, с тестов TOEFL, наши национальные экзамены, подготовка к взрослым экзаменам TOEFL, да, тем, особенно детям, кто нацелен в зачисление в средние, зачисление в зарубежные университеты, и плюс, что очень важно, тест TOEFL Junior используется в зачисление в зарубежные средние школы. И это тоже запрос очень сейчас популярный, так как я работала в сфере зарубежного образования, вижу, что родители нацелены, да, хотят дать детям возможность либо программы по обмену, или, да, какие-то полноценные обучения в школах. Есть школы, которые проводят обучение на английском в России, которые проводят программы двойного аттестата, например, да, и здесь TOEFL Junior используется как вступительное требование часто этими школами, как, да, дополнительная диагностика, так что это не только просто для сертификатика, а реально у экзамена, да, у теста есть практическое применение. И я не буду здесь, да, в плане TOEFL Junior останавливаться на каждом типе задания, ну, потому что вы сможете посмотреть все из них после семинара, мы вышли всем участникам пробные тесты полноценные, вы, да, посмотрите более внимательно на каждый тип задания. Но что бы мне хотелось вам показать? Мне хотелось показать именно устную часть. Во-первых, она также сдается отдельно, да, не входит в общий экзамен. Ну, а типы заданий, которые предлагаются, они во многом опять очень пересекаются с нашими национальными экзаменами. Read aloud, когда в течение двух минут нужно подготовиться, прочитать, да, текст и потом записать себя. Есть такой формат, вы точно знаете, если готовите детей. Описание картинки, то же самое. И, конечно, здесь, да, опять TOEFL еще добавляет академическую нам составляющую, поэтому у нас есть задания non-academic listen-speak и academic listen-speak. И очень интересно, как интегрируются, да, в экзамен разные виды речевой деятельности, да, то есть не только послушать, да, не только устная часть, но и послушать, и на основании того, что ты услышал, что-то сказать. И это здорово, потому что мы всегда знаем, что у нас, мы не учим отдельно, да, видам речевой деятельности, мы всегда даже в рамках одного урока мы всегда совмещаем что-то послушать и сказать, прочитать и сказать. И это то, что как раз нам предлагает TOEFL. Ну, давайте, что мы с вами выберем? Какой из типов заданий будет интересно вам посмотреть? Если есть такое, давайте, маленькое, небольшое голосование, что выберем? Ну, read aloud, наверное, все понимают, о чем идет речь. Напишите, если есть возможность, быстренько, да, в чат, чтобы вам хотелось посмотреть, какой тип задания. У вас будет потом возможность посмотреть и остальные, но чтобы мы продемонстрировали для всех, давайте выберем. Ага, academic listen-speak. Non-academic listen-speak. Ага, ну, вижу, что academic listen-speak у нас с вами победил в голосовании, давайте его и посмотрим. Non-academic. Non-academic. Так, ну, давайте тогда сделаем так. Давайте посмотрим с вами на non-academic все-таки listen-speak. Почему academic – это действительно уже такого, это самого высокого уровня заданий в устной части. Опять мы с вами, да, помним, что TOEFL всегда идет по нарастающей, так как от A2 до B2, то, соответственно, первые типы заданий будут самые простые, последние – самые сложные. Ну, давайте посмотрим хорошо. Non-academic listen-speak. Что из себя эти задания представляют? Ну, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Да, соответственно, здесь ребенок слушает, что ему нужно будет сделать, и дальше приступает к заданию. То, что вначале было сказано, два типа заданий, это имелось в виду вот как раз у нас non-academic, и следующий будет academic. Мы слушаем с вами non-academic. Listen to a teacher talking in a history class. The teacher is discussing a history assignment. Okay, so everyone remember. At the library, you'll be looking for information about very old cities, in particular, about how people used to get their water a long time ago in those old cities. You can research this topic in books and articles. And then you'll use the information you find to answer the questions on the worksheet that I'll give you. Yes, Helen? Oh, yeah. When do we have to turn in the worksheet? Good question. The completed worksheet is due at the end of our visit to the library tomorrow. Okay, so let me tell you about the other assignment that you're going to have to complete. The other assignment I'd like you to work on will be for homework. You'll have to use the Internet. Your assignment will be to look for information about how people who live in modern cities, like the big cities today, get their water. You'll have to write a short paragraph about what you find. Well, this second assignment is not due until next week. Okay, that's it for today. So remember, we're going to meet here in class before going to the library. See you tomorrow. Now get ready to answer the question. Imagine that your classmate was not in class today. Tell your classmate about what the history teacher asked the students to do. Be sure to talk about the following. The library. The work sheet. The homework. Begin to prepare after the beep. Ну и, соответственно, да, ребенку дается время на подготовку, и дальше, точно так же после сигнала, ребенок свое высказывание записывает. Здесь мы видим, да, что уже по продолжительности опять-таки количество, да, продолжительность монологического высказывания, да, аудирование увеличивается, да, то есть это такие уже более продвинутые навыки, но тем не менее все создается, да, из контекста, контекста школьного и предполагает взаимосвязь, да, разных видов речевой деятельности, послушать и сказать, и, на мой взгляд, абсолютно, ну, реальная жизненная ситуация, да, что ребенку, с чем ребенок сталкивается, то есть это все то, что ему знакомо и близко. И что... Begin speaking after the beep. Да, begin speaking after the beep. И еще важный момент. Так, сейчас мы вернем все с вами. Важный момент с точки зрения оценивания. Вы тоже, да, будут эти материалы, чтобы посмотреть, как оценивается устная часть, но мне нравится, что разработчики, да, подходят вот с точки зрения, да, коммуникативного подхода, и если ребенок, да, послушал и, да, уже что-то сказал, да, там, на английском языке и по теме, это уже не ноль баллов. Вот, то есть я знаю, что, да, там наши национальные экзамены, они, конечно, более жесткие, да, в плане оценивания, то здесь очень-очень ценится, да, вот все равно уже мотивация ребенка, его желание что-то сказать, уже, да, не может это быть оценено в ноль баллов. Но вы посмотрите, да, с точки зрения, как готовить детей лучше к этим заданиям, на что будет обращать внимание, да, экзаменатор, который будет слушать, это важно. И момент, да, что каждое высказывание ребенка слушает 10 независимых рейтеров, которые выставляют свои баллы, да, то есть это не один экзаменатор, а их 10, которые не знают ничего, да, там, ни имя, ни фамилия ребенка, они оценивают строго по критериям, то есть это опять важно с точки зрения исключения какого-либо, да, субъективного момента при оценке. Ну и точно так же, что получает ребенок в конце? Получает свой сертификат, он, да, пяти разных уровней, почему? Потому что тест опять единый, но ребенок может сдавать тест несколько раз, там, да, в этом году, в следующем году и увеличивать, улучшать свой результат. Поэтому для детей это такой момент мотивации, да, что в прошлом году он получил silver, а в этом году он уже получил gold. А для преподавателей, ну и опять же, да, для детей, для подростков, они понимают, да, больше о чем идет речь, про свои уровни. Будет обязательно оценка в official score report по каждому уровню, да, по каждому аспекту. Вот аудирование, чтение и лексико-грамматическая часть. По шкале CEFR точно так же, да, что хорошо получилось и какая ближайшая зона развития. И в том числе опять Lexile Measure, показатели специальные, о которых мы совсем скоро с вами поговорим. Что это такое? Помимо, да, просто оценки уровня чтения, да, по шкале CEFR, TOEFL оценивает показатель Lexile Measure, ну, фактически это количество слов, да, то есть словарный запас ребенка. И на основании этого, да, на основании этого показателя рекомендует, да, можно подобрать дополнительную литературу для чтения. И для TOEFL Primary, и для TOEFL Junior. То есть это огромная база книг, да, порядка 300 тысяч разных, разных книг разных жанров, разной направленности, академик, нанакадемик, по, да, там, разным интересам ребенка. То есть зайдя на этот сайт, да, у вас тоже будет, вы посмотрите. Можно выбрать, ну, давайте вместе с вами это сделаем. Да, например, мы получили 500, да, вот этот показатель 500. Что это значит? Мы заходим, выбираем показатель, дальше выбираем интерес, что интересно ребенку. Ну, допустим, ему нравится sci-fi, но еще, в принципе, mystery stories и fantasy ему тоже нравятся. Find books. И дальше на основании у каждого ребенка его показателя программа подбирает книги, доступные, да, там, для скачивания, либо для покупки. Это адаптированная англоязычная литература, и это не только three men in a boat, вот, а действительно современные, интересные книги ребенку, которые он может, да, использовать, да, для чтения, и это будет релевантно его текущему уровню владения английским языком, это будет релевантно его интересам, и это то, что, как мне кажется, может быть интересно, да, преподавателю с точки зрения, да, там, каких-то, возможно, организаций дополнительных, да, либо кружков по чтению, либо в конце года, да, рекомендации списка литературы, особенно если родители спрашивают, ой, а вот чтобы нам такого еще почитать на лето, этот ресурс можно совершенно точно использовать, мне кажется, это интересный, очень необычный момент. Ну и, да, подведя такой небольшой итог, да, по детским тестам линейки, да, у TOEFL, TOEFL Junior и TOEFL Primary, как мне кажется, это, да, вот если все совместить, да, основные моменты, это очень эффективный инструмент, да, который работает и для ребенка, и для преподавателя, и для родителей, да, то есть, конечно, это оценка, да, независимая диагностика, это корректировка целей и задач и составление учебного плана, да, индивидуального для ребенка, для каждого и в том числе для группы, определение дальнейшего плана развития как для преподавателя, так и для ребенка, да, то есть уметь, да, учить детей в том числе ставить цели, куда двигаться дальше и так далее, и сравнивать их, самое важное, только с самим собой, со своими результатами. Подтверждение и распределение детей по уровням, по группам, если это релевантно, в начальной школе, либо при переходе в среднюю школу. И очень важно, как мне кажется, сегодня эффективная коммуникация учителей и родителей, которые часто задают вопрос, хорошо, ну что мы учим этот английский, и что, и какие у нас результаты, как мне кажется, TOEFL помогает здесь быть объективным и не просто говорить, вот мы сдали или не сдали, а еще показывать, а что еще мы можем сделать, а что еще мы можем порекомендовать для дальнейшего развития ребенка. То есть, как мне, я всегда это так суммирую, как win-win-win situation, win для преподавателя, win для школы, которые готовят детей к международным тестам и проводят эти международные тесты, и win для ребенка и для родителя в том числе. И совершенно кратко, да, про то, какие есть дополнительные возможности для преподавателей. Во-первых, да, так как тесты TOEFL разрабатывает самая, да, крупнейшая в мире образовательная организация, да, не коммерческая, занимающаяся вопросами, да, разработки, тестирования и вообще исследований в области английского языка. ИТС, да, организация спонсирует research преподавателей и утверждает, есть, да, специальные исследовательские гранты, которые доступны преподавателям для всего мира. Как правило, анонсирует ИТС это на своем сайте два раза в год, да, любой преподаватель может подать заявку на такой исследовательский грант, спонсируемый для проведения какого-то исследования. То есть здесь, если занимаетесь наукой, если это интересно, всегда можно совершенно свободно и открыто и реально на этот грант подать. Также TOEFL проводит свой собственный международный творческий конкурс для учащихся, который называется Go English. Это в формате проектной деятельности, да, каждый год задается определенная тема, дети по всему миру выполняют творческие задания и сгружают их на сайт. Это может быть тема Time Capsule, это может быть тема, связанная с с окружающей средой, да, или с какими-то другими социальными проблемами, и дети, да, могут выполнить проект в формате, который заранее заявлен, да, там, презентация, какое-то небольшое видео и загрузить его на сайт вместе, да, с учащимися по всему миру. Опять, это то, что мы точно всегда проектная деятельность, мы делаем это на наших уроках очень часто и, да, регулярно, и здесь это можно просто вынести на международный уровень, показать детям, что это не просто для их, для школы, для класса внутри, но это может быть такая коллаборация для детей, с детьми по всему миру. Лик Сайл Мэжер, мы с вами, да, поговорили, что это может быть дополнительная возможность для организации, там, reading club, speaking club, да, и вообще для какого-то, да, вот, и идеи, может быть, появятся еще на основании этого. ИТС Global Webinars тоже проводит разработчик регулярно различные встречи с методистами, с преподавателями международными, которые на разные темы проводят обучающие семинары или тренинги, это бесплатно, можно следить за анонсом и присоединяться, если какая-то тема вам покажется интересной. И в том числе методические тренинги, которые также мы стараемся регулярно проводить до пандемии, это было в очном формате, сейчас больше в таком, да, в гибридном либо в онлайн формате. Это такой вообще полноценный восьмичасовой тренинг специально для, да, преподавателей по Tuafel Young Student Series, где мы уже разбираем не просто в общем и целом по тестам, а по каждому отдельно. Стратегии выполнения заданий, много бэксторм, вообще, что, как можно, какие задания предлагать, ну и вообще такой интересный, полноценный методический тренинг у нас получается. Так что, если это интересно, я думаю, что мы в ближайшее время анонсируем такой тренинг в онлайн формате, да, он будет, возможно, да, там чуть продолжительнее, чем сегодняшний семинар в районе, там, трех часов, но мы уже будем с вами концентрироваться на конкретных заданиях, стратегиях выполнения, подготовки, использовать разные ресурсы, да, что можно использовать для того, чтобы детей каждому типу заданий готовить. Но, тем не менее, то, что у нас уже есть сегодня, то, что можно использовать и чем я с удовольствием с вами поделюсь, да, вне зависимости от того, решите ли вы проводить, да, как-то внедрять тесты TOEFL или захотите какие-то элементы использовать уже послезавтра, да, или на следующей неделе на ваших занятиях, это пробные виды, пробные версии всех тестов, да, TOEFL Primary Step 1, Step 2 и TOEFL Junior, которые мы пришлем после семинара, да, скорее всего, на следующей неделе будет, да, большая рассылка, поэтому проверяйте почту, не пропустите. Посмотрите опять что-то в формате warming up activity или что-то, если пересекается с вашей темой, можете, да, использовать на занятиях совершенно открыто. И teacher's handbooks, если захочется больше посмотреть, какие даются рекомендации преподавателям на каждый тип задания, да, какие организационные формальности с точки зрения, да, там, time management и вообще организации тестирования описываются, тоже это будет вас ждать на почте в начале следующей недели. И если интересно и захочется что-то более интерактивного, то у TOEFL также есть специальная платформа для подготовки для каждого теста TOEFL Primary и TOEFL Junior, то есть это такая полноценная интерактивная, да, платформа, лицензия, да, полноценная на шесть месяцев, которая включает в себя разного формата задания, да, и взаимодействия на каждый тип, то есть это такое как вот, ну, учебник, да, с интерактивной платформой, то есть тут все только в digital, в электронном формате, можно шерить в классе, использовать, можно использовать с детьми индивидуально, чтобы они выполняли задания, присутствует опция записать у ребенка свое высказывание, да, для тренировки части speaking и отправить это преподавателю, да, чтобы вы могли послушать и проверить, в общем, это такое уже больше полноценная платформа для подготовки, если хочется внедрить что-то еще специализированное. Но в общем и целом, опять, никаких книг отдельных TOEFL не предусматривает, потому что все, чем вы пользуетесь, всеми пособиями, которые вы точно выбирали внимательно, да, исходя из разных критериев и параметров, продолжайте, пожалуйста, ими пользоваться, ставить, да, самой главной своей целью развитие ребенка в языке, TOEFL будет исключительно как инструмент для оценки успеха. Ну и что, кажется, да, и это, собственно, teacher's handbook, который вы получите на почту после семинара. Ну, мы с вами почти уложились во время. Давайте посмотрим, что у нас с вами, если нападали какие-то вопросы. Так, 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 я сейчас гляну, чтобы ничего не пропустить. Так, сертификаты будут, обязательно будут сертификаты, конечно, за ваше время, потраченное сегодня. Надеюсь, с пользой для вас. Буквально не отключайтесь, через минутку переключу на следующий слайд, где вы введете, да, оставите фамилию, имя, как вы хотите, чтобы отразилось у вас в сертификате и почту, на которую вам выслать материалы и, собственно, сам сертификат. Поэтому, пожалуйста, еще буквально пару минут, побыйте с нами. Экзамен страшнее. О, это когда, видимо, было обсуждение, в чем различается тест экзамен. Согласна с вами. Поэтому, когда мы говорим, что TOEFL – это тестирование, на мой взгляд, для детей воспринимается это легче, чем слово экзамен. Но это исключительно вопрос терминологии. Тест используется для самопроверки. Да, согласна. Так, давайте еще, что у нас здесь есть. Так, участие в GoEnglish не для всех городов России, для всего мира. Участие в GoEnglish нет никакого ограничения по вашей локации. Наоборот, даже в маленьких, совершенно небольших городах есть возможность участвовать в международном проекте абсолютно точно, бесплатно, без каких-либо ограничений. Так, сколько по времени звучал текст? Так, наверное, это был вопрос от Игоря во время того, когда мы слушали задания по спикингу по TOEFL Junior. Мне кажется, все до двух минут. Все высказывания можно проверить. Опять в Teacher's Handbook эта информация будет. Спасибо, семинар. Спасибо вам огромное, что присоединились. Так, ну и давайте, наверное, мы будем постепенно завершать и переключаться с вами на форму обратной связи. Сейчас у вас на вашем экране, если пользуетесь, если подключались с нами с телефона, то на телефоне появилась форма обратной связи. Она для двух основных моментов. Первый – это для сертификатов для ваших. Укажите, пожалуйста, да, можете в основном окошке фамилию, имя на русском или на английском, как хотите это увидеть в сертификате. Название учебного заведения, если хотите, чтобы, ну, опять, для нас было бы важно это знать. Больше вы работаете, да, как индивидуальный преподаватель, либо преподаете в школе. И ваш адрес электронной почты, чтобы мы знали, как с вами коммуницировать, куда направить сертификаты и материалы. И второй момент, очень важный, мне было бы важно слышать от вас обратно. Давайте, я вижу, что коллеги говорят, что не могут. Так, я верну QR-код. Если удобно это, мне кажется, с телефона удобно. Я всегда за диджитализацию, за использование разных каналов. Отсканируйте, просто наведите камерой на QR-код, он вас автоматически переведет на слайд, вот, и вы в удобном формате напишите, пожалуйста, вашу обратную связь и все данные. Пожалуйста, сертификат. Я бы сказала, наверное, что на русском языке, потому что мы предполагаем его, да, что он будет на русском языке, но как вам удобно, фамилию, имя, для вас напишите, как вы хотите это видеть. И буду очень рада, вернусь к тому, что вы, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, о чем бы вы еще хотели узнать. Буквально сейчас, одну секундочку, одну секунду. Напишите обратную связь, что еще хотелось бы вам узнать, возможно, про тесты ТОЭФу. Если хотите, возможно, консультацию, какую-то более детальную для вас, либо для... так, 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 так. Простите, если я отключилась, какой-то был момент технический. Отзыв. Если хотите какую-то, да, дополнительную консультацию, укажите это тоже в обратной связи. Если вдруг интересуют вопросы по обучению за рубежом, если у вас есть учащиеся, которых вы готовите, либо если родители про это спрашивают, пожалуйста, тоже задавайте вопросы, связанные с этим. Все вопросы по подготовке материала, укажите все, что вам может быть полезно и интересно. Так, давайте я сейчас продублирую ссылку в чат. Ну и в любом случае, любой ваш отзыв по сегодняшнему мероприятию, как это было, полезно, не полезно, с какими мыслями вы, возможно, сегодня уйдете, что у вас осталось позитивного, хорошего предложения, вопросов. Буду очень-очень рада. Спасибо вам большое за сердечки. Они так замечательно летят и меня радуют. Спасибо вам огромнейшее. И с моей стороны тоже вам огромное спасибо, что вы сегодня присоединились. Это было здорово. Я была очень рада пообщаться в онлайн-формате, увидеть вас. Еще раз спасибо коллегам, кто были сегодня с камерами. Желаю прекрасного окончания субботы. Еще впереди воскресенье. Надеюсь, они у вас выходные. Даже если нет, то желаю прекрасных, интересных занятий. Самое главное, берегите себя. Это сегодня на повестке очень важно. И продолжайте делать то огромное, большое дело. Ваш труд. Каждый дневный в плане развития детей. Это, наверное, как мне кажется, одно из самых важных. Спасибо вам огромное. Пишите. Давайте я еще раз последний раз гляну, если какие-то вопросы. Спасибо. Спасибо вам огромное. А вы все пришлете на электронную почту, которую вы указали? Да, все пришлем на электронную почту. Пожалуйста, если вдруг у вас не получилось по ссылке интерактивной презентации оставить контакты или что-то, напишите их в чат, в зуме, если это для вас удобнее и комфортнее. Поэтому, как вам удобно, все пришлем. Пришлем пробные тесты, пришлем материалы, ну и, соответственно, ваши сертификаты. И я внимательно посмотрю еще вашу обратную связь. Если вы там что-то указали конкретное, специфическое, какой-то будет запрос, то будьте уверены, что мы ко всем вернемся обязательно с ответом, со всеми деталями. Да, вы получили вот от меня, я просто отправила через вот этот слайд, но он пришел к вам. Так. Ой, простите, пожалуйста, не очень слышала. Да, вы получили от Алисы, да, вот мою информацию? Вы не получили. Так, давайте сейчас посмотрю. Так, вижу, спасибо от Алисы под ником Игорь. Да, спасибо. Да, все, я вижу, если кто-то еще здесь что-то дублирует, пожалуйста, да, укажите, укажите здесь, только если указываете в чате, укажите еще, пожалуйста, ваш адрес электронной почты, если можно, чтобы мы вас идентифицировали не только по фамилии и имени, но еще куда его отправлять. Ну и на этом тогда с вами прощаюсь, еще обязательно подожду, что все пришлют, вот, и остаюсь на связи, вот, всем хороших, хороших выходных. Спасибо, до свидания. Всего доброго, спасибо вам. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...